Острые кишечные инфекции Острые кишечные инфекции — это большая группа инфекционных заболеваний, вызываемые патогенными, условно-патогенными бактериями и вирусами. В их число входят гастроэнтероколиты, дизентерия, сальмонеллезы, холера, брюшной ТИФ и ротовирусные инфекции. Данными заболеваниями болеет только человек, за исключением сальмонеллезов, и может заболеть и животное. Кишечные инфекции характеризуются нарушением моторики желудочно-кишечного тракта с развитием диареи, интоксикации и в некоторых случаях обезвоживанием. Бактерии попадают через рот в желудочно-кишечный тракт, там же они размножаются. Инкубационный период проходит от нескольких часов до 2-7 суток. Также человек чувствует при острых кишечных инфекциях общее недомогание, слабость, повышение температуры тела. Также человек чувствует общее недомогание, слабость, повышение температуры тела, появляется головная боль. Также отмечается тошнота, рвота, потеря аппетита, болезненность живота и нарушается расстройство желудка, ну, жидкий стул. Каждый заболевший в дальнейшем может стать бактерионосителем. Бактерионосительство — это такой вариант инфекции, когда возбудитель находится внутри организма и выделяется во внешнюю среду, без каких-либо клинических проявлений. Он опасен для окружающей среды, но не так, как человек с ярко выраженной клинической картиной. Носительство возбудителя обусловлено иммуннокомпетентной системой и обычно развивается непосредственно после перенесенной инфекционной заболеваемости. Самыми распространенными являются это гастроэнтероколиты, ротовирусные инфекции и сальмонеллез. Ежегодно на долю детей приходится 80% всех случаев острых кишечных инфекций. Чаще всего болеют дети от года до 7 лет. Высокий показатель показывают дети до 2 лет. Это отмечается тем, что с несоблюдением мамами правил ухода за детьми, употребление маленькими детьми продуктов домашнего приготовления, с несоблюдением условий и сроков хранения продуктов, а также употребление немытых овощей и фруктов и ягод. Лечение направлено на уничтожение микроорганизмов, на восполнение водного баланса и микрофлору кишечника. Для этого больному назначается специальная диета и для восполнения водного баланса назначается регидрационная терапия и этиотропное лечение. Наиболее опасным осложнением является обезвоживание организма. То есть это вследствие того, что потеря жидкости вместе с рвотой и поносом, то есть даже недавно выпитая вода, быстро не всасывается желудком и кишечником, и поэтому это выходит все с рвотой. Обезвоживание ведет к потере таких веществ, как натрий и калий, что приводит к нарушению работы сердца, почки и других органов. При такой тяжелой кишечной инфекции, как брюшной ТИФ, есть такие осложнения, как кишечное кровоизлияние, прободение кишечника и миокардит. При появлении первых кишечных расстройств необходимо звонить врачу или обратиться в ближайший медицинский пункт. Нельзя заниматься самолечением, в особенности, если болеет маленький ребенок, потому что у которых потеря жидкости за счет диареи может привести к гибели этого ребенка. Кормящей матери обязательно нужно следить за чистотой полости рта, также промывать молочные железы, и каждый раз при кормлении ребенка нужно мыть тщательно руки. Мыть также нужно бутылку для молока, соску и игрушки ребенка. Также при искусственном скармливании и при корме ребенка нужно использовать продукты только сертифицированных компаний, пюре, смеси различные. И также покупать их нужно в установленных местах, где есть специальные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов и условия хранения и так далее. Также нужно следить за чистотой рук у детей. Каждый раз, когда они приходят с улицы, также после туалетов, нужно мыть руки тщательно мылом. Также это и относится к родителям. Также организовывать купания только в специальных местах, отведенные для купания детей. Также при покупке разливного молока, приобретенное на рынках, особенно на улице, необходимо кипятить данное молоко и потом только употреблять. Также овощи и фрукты тщательно промывать проточно водопроводной водой и обдать кипятком. Особое внимание необходимо уделить профилактике сальмонолезной инфекции. Для этого нужно иметь отдельную доску разделочную, также иметь отдельный нож. Варить мясо птицы нужно около часа. Также промывать яйца мылом и обжаривать с двух сторон, для того, чтобы не заразиться сальмонолезной инфекцией. Вообще острые кишечные инфекции регистрируются в течение всего года. Но ожидается подъем в летний-осенний период. Это за счет того, что температура повышается воздуха. Также большое количество овощей и фруктов появляются на прилавках магазинов. И поэтому за пять месяцев текущего года в Североказахстанской области зарегистрировано 188 случаев острой кишечной инфекции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение идет на 35%. В структуре кишечных инфекций регистрируется гастроэнтероколитов 88,7%, а ротовирусной инфекции 11,7%. Это, конечно же, зависело от того, как мы работали с санитарно-просветительной работой. Мы проводили лекции, медицинские работники разъясняли и работали с населением. Также проводились телевизионные выступления. И вот это все повлекло к тому, что у нас снизилось заболевание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова